Никакой любви между Соединенным Королевством и Россией. Тагуардиан, Великобритания. 14 марта 2018 года. Патрик Куинтур, Патрич Куинтур, несомненно, прав, когда он говорит, что Соединенное Королевство уже давно превратилось в передовой антироссийский отряд в Европе, СМ. Русианспы мастеры, 13 марта, однако это еще не вся история. За исключением двух мировых войн, отношения между Соединенным Королевством и Россией, или с Советским Союзом, были неизменно плохими в течение почти 200 лет. Более того, от государства впечатление, что обе страны стремятся подчеркнуть худшие качества друг у друга, и поэтому отношения между ними периодически страдают от опасных, малозначимых, а иногда и глупых инцидентов, которые, похоже, не происходят в других двусторонних отношениях Британии и России. Среди самых глупых из всей палитры инцидентов можно назвать принятые в 1971 году решение о высылке 100 предполагаемых советских шпионов из Лондона, а также российское решение о прекращении большей части деятельности Британского Совета, Бритишчунчилл, в этой стране, принятые в 2008 году. Соединенное Королевство неизбежно будет вынуждено ответить на попытку убийства Сергея Скрипаля, Однако после этого нужно будет кому-то закрыться в тихом помещении, для изучения российско-британских отношений, для оценки политических, культурных и других факторов, которые привели к нынешнему состоянию дел, а также для выработки, если возможно, вместе с российской стороной, мер, которые могли бы привести к устойчивому улучшению отношений. С учетом нынешней ситуации в Британии и в России, сделать это будет нелегко, но в этом заинтересованы все. Джон Данн, Йон Дун, Болония, Италия в тот период, когда многие политики и большая часть средств массовой информации используют слово «Россия» только для осуждения великого народа, пусть у нас, у остальных людей, будет возможность порассуждать о следующих вещах, о смелости защитников Сталинграда, о романах Достоевского и Толстого, о поэзии Пушкина и о пьесах Чехова, о балете Большого театра и о первом человеке в космосе, о колоссальных жертвах в ходе Второй мировой войны, о музыке Чайковского, о вертюре 1812, о красоте Волги и степей, о Санкт-Петербурге и Красной площади, о людях, которые страстно любят свою страну, а также о том унижении, которое они испытывали при Ельцине, когда в их страну были импортированы наихудшие аспекты нашей собственной культуры, от олигархов и алчности до утраты человеческого достоинства. Если мы хотим понять Россию, то перечисленные вещи, вероятно, способны дать более правильное представление о стране, чем поверхностные клиши заранее предвзято настроенных людей заинтересованных кругов. Иэн Флинтов, Иэн Флинтов, Аксфорд иностранные инвесторы, в том числе российские, не используют огромное количество домов, и они в итоге пустуют. Институт исследования публичной политики, Институте Фори Публич Полич и Ресерч, сообщает о том, что 216 тысяч домовладений в Англии не используются более шести месяцев в году, и это больше, чем количество ежегодно строящихся домов в Соединенном Королевстве. В 2015 году исследовательский центр Болграуп сообщил о том, что давление со стороны иностранных спекулянтов в области недвижимости является основным инфляционным фактором в этой сфере. Если запретить русским приобретать дома, если только они не живут в Соединенном Королевстве и не платят здесь налоги, то такой шаг сразу же снизит давление на цены домов и повысит их доступность. Редко когда вводимые против иностранной державы санкции имеют положительный эффект, но это именно тот случай. Правительство должно установить для русских, а также для офшорных компаний, если они не докажут нероссийское происхождение собственности, предельный срок, не более нескольких месяцев. Для того, чтобы избавиться от любой собственности в Соединенном Королевстве, после чего государство должно наложить арест на такого рода недвижимость и продать ее с аукциона, вернув бывшим владельцам полученные средства за вычетом расходов и комиссии. Тереза Мэй должна решить, она беспокоится больше о безопасности нашей нации или о пожертвованиях от российских олигархов. Доктор Дэвид Купер, Дэр Давид Чаппер, секретарь организации «Либеральные демократы» из группы «Альтер», действия в поддержку налога на землю и экономические реформы, «Либерал Демач Ротсальтер», «Ачтеон Форилан Токсатион Амперсант Эчон Амичи Реформ», предполагаемое российское отравление в Солсбери должно открыть глаза сторонникам Брексита на тот факт, что мы однозначно являемся теперь не мировой державой, которой нужно бояться, а малой островной нации, которая стремительно теряет своих друзей. Хорошо, что Евросоюз поддержит нас, какие бы контрмеры мы и не приняли, однако наш развод с ним еще не перешел в неприятную стадию. Кто знает, сможем ли мы в будущем найти таких же верных союзников. Брексит продолжает оставаться катастрофой для Соединенного Королевства, и он наносит огромный ущерб нашей экономике, нашей репутации в том, что касается справедливости и нашей позиции в мире. Гордон Бернард, Гордон Бернард, Луз, графство Кент Письмо Тома Дэвиса, Том Дэвис, от 12 марта, в котором оправдывается убийство граждан Британии с помощью беспилотника, является в высшей степени наивным. Он утверждает, что два человека планировали совершить террористическую нападение на Соединенное Королевство. Кто это говорит? На мой взгляд, этот суд должен определять виновных, а не правительство. Использование беспилотников подобным образом равносильно смертной казни без суда. Я, кстати, вижу параллели с событиями в Солсбери. Кисин Албаун, Кевин Албони, Милкшем, графство Уилтшир. Давайте сразу откажемся от участия в чемпионате мира по футболу. Это послужит уроком для Путина, а также избавит английских болельщиков от разочарования. Ралф Джоунс, Ральп Янис, Рочестер, графство Кент.